всем привет с вами андрей у нас собственно рыцари бумаги и пират 3 часть давайте заберем ежедневку у нас в этот раз 10 10 гемов на выдали собственно что у нас собственно вообще вы видите перед собой вот это игровые персонажи если вы играли до этого в части например 1 2 вы плюс-минус имеете представление как и именно и проходит не поездки но если для тех кто не играл я вкратце расскажу вам вы передвигаетесь по карте и вам собственно выступают противники вам вам нужно экипировать своих героев чем лучше вы купите соответственно тем более скажем так лучше они будут сражаться сильнее убивать врагов на разных картах разные противники соответственно вам нужно будет я тут немножко вкачал город без вас ну так чуть-чуть буквально получается дальше третьего уровня кузнец седьмого печка 4 получается хранилище 12 маркетплейс 9 это желание общее строение которое отвечает за общее строение в городе давайте я буду тыкать что вы имели представление то есть дальше у нас получается 3 пока что библиотека библиотека очень полезная она в ней хранятся книги которые прокачивают ваши навыки у персонажей кузнец собственно 7 ну вот получается печка 4 в данный момент у меня потом место хранения 12 маркетплейс 9 собственно общее так называемое основное здание которое присутствует в игре она сама основной от него качаются все остальные здания уровня также у нас гильдия и так зоны героев некоторые герои присутствует на шестого уровня и собственно храм так называемый где можно баф за рекламу брать вы смотрите рекламу и у вас эти бафы у меня на мне висят бафы это опыт и золото за ну собственно дополнительные опыты по для золота забои как вы можете это увидеть вот собственно давайте вместе с вами пробежимся по инвентариуму собственно вы видите инвентарь это у нашего воина клерика роде шамана и паладина ну вообще если вкратце по окажем из персонажей пробежаться я рекомендую качать воина в защиту в основном потому что он должен ловить урон у него агар на 3 цели потому что клерика тут вам нужно чтобы он жил так желательно чтобы лечил его надо качать в спелл пауэр так называемая магическая силу рогу надо качать в физу причем только физа чем выше у него физа тем больше урона нанесет шамана нужно качать ну выживаемости либо тоже спелл пауэр дать ему чтобы он сильнее лечил паладина нужно можно качать визу физическую атаку так называемая чтобы он просто чуть больше урона носил ну и выживаемость ему тоже не помешало давайте пробежимся по квесту у нас собственно основной квест здесь присутствует давайте пробежимся по нему я специально жду вас чтобы вместе с вами пробегать основной сюжет пассивные кости которые вторичные так называемые без вас не русских им пробежать а вот основные квесты здесь с вами будем бежать что вы по крайней мере элементарно были в курсе сюжет что касаемо сюжета ну я чуть дальше проходил я тут конечно жестковатые мобы на самом деле особенно особенно самый задний 1800 который это прям как отец как больно но это не критично мы скорее всего убьем я так чтобы с шамара шаманом получается ускорил своего этого рогу основной дпс и ромни которые присутствуют в игре сейчас палагином просто добью это личинку нам бы в идеале убить этого меня накинули яд я очень больно дамажит я правда не помню сколько по поединицам но это все равно больно у меня присутствует перк татуировщика поэтому периодически бафа будут сниматься с меня точнее де бафы давайте ударим нашим рогой добьем мелочь которая здесь присутствует достаточно тяжелый бой потому что присутствует скорпион а скорпион нам очень больно даст по щам скажем так молот паладина забрали двоих остался с тяжелый скорпион на 1000 хп это прямо очень тяжело но все таки мы я думаю мы его откинаем ряд нас сильнее он скорпион дефы он мутирует получается и из-за этого у скорпиона все больше и больше дебафов ну вот скажем так бафов для себя но мы конечно этого не видим потому что разработчики нам не предоставили википедию по так называемый бестиарий побор по мобам поэтому мы этого не видим но нам это в принципе не нужно видеть ну что мы и так мисс минус разберется что и не спорт происходит нам горюшон англата и киски не да нам нужно вернуться в ряд десерт ну давайте вернемся на самом деле вот этот проект десерт это самое дорогое место которое присутствует здесь а вам ну сейчас он договорит красных пустошек собственно он договорит немножко по сюжету на нас напали личинки на самом деле личинки это самые мерзкие из мобов у меня даже приходилось от личинок сбегать потому что они очень и очень больно бьют что вы понимали у личинок есть вторая форма она открывается после четвертой стадии если вы не сольете личинок до четвертой стадии они ринкар и ну вот скажем так мутирует в новую сильную форму которая будет вас когда-то пытаться забивать нам говорят нужны на черный рынок идти вот смотрите сколько тут цена бить 10 тысяч дойти до черного рынка ну то есть до вибрационного поля то есть это просто одно но тут и фишка в том что вы можете скинуть большое количество бомбов и у вас цена упадет ну то есть имеется на своих персонажей например скидывайте двоих я вот скинул двоих час давайте пахнули цену сейчас я почему и не хожу на красные пустоши они конечно может и интересные по сюжету увидите 6000 цена ну для меня в принципе 10000 это не критично поэтому давайте у вас просто по дороге может засада ждать и уйди из мобов поэтому лучше чтобы вы были всем отрядом по возможности по вот видите у нас нам нужно прийти на черный рынок давайте берем доберемся 10700 цена вопроса будет у нас тут цены каш космические но опять же они все нивелируются если вы просто немножко пофармить и то есть мы немножко мобов побили и у вас большое количество день сжат накидала вам но собственно продолжение квеста квеста почему-то обновляются на самом деле на вот это роба не особо полезно хотя казалось бы она может и быть прям вау но она эффекта вау не произошло потому что нам бы желательно зеленые вещи а это серая вещь и просто гоблина фарчеров можно убить без проблем и это самых ближайших конечно бить не стоит стоит пробежаться давайте по сюжетами своим пробежимся нам получается нужно проводить кого-то какую-то локацию судя по всему если я правильно понял я получается проходил до черного мага моя party тогда я просто не смогла его убить я обновился у меня прогресс слетел вот поэтому ну сейчас мы вот недавно убили белого собственно один из самых тяжелых твоих боевых бойцов которые строй присутствует полторы тысячи здоровья но тут он дохленький а в данже вот этот тролли который вы сейчас видите здесь но не этот он вообще вот этот вот тролли они просто ваншот я вам покажу если я не забуду я вам покажу этих ребят в данже но это правда надо очень много денег готовите на просто рез на своих персонажей стоит по 2 400 за то есть она воскрешение стоит очень и очень дорогим просто нужно заранее подготовить монеты будет чтобы ваш то есть например это же нужно получается 12000 примерно чтобы вам показать это чтобы я не особо сильно в минус просидал тролль чем чем проблема у него он бьет критами вот у него как видите такая способность кори тролл то есть это критический бар так называемый то есть но откровенно это очень больно а вот тут у меня данжевые тролли они бьют по пять тысяч помо по нашим танкам по 2 то есть пережить можно через через слабость но слабость очень очень слабая обратите внимание эффект присутствует эффект называется арате и так называемое гниение что что делает эффект гниение вот собственно один из новых предметов которые хотелось бы о нем на нем остановиться эффект гниение сбивает хп мобом то есть у него теперь вы видели полторы тысячи было сейчас уже 850 то есть если мы еще у него рота и кинем у него хп еще меньше будет то есть мы его можем смело молотом добить за 300 а так бы бы его не добили потому что у него хп без без так называемого гниения было было много раз больше на самом деле гниение число и не разу не пожалел что его приобрел а гниение я я приобрел в магазине уже это в маркетплейсе она стоила около 200 200 тысяч примерно 9 9 уровень тут цены каждая кусаются но в целом они их можно приобрести тут некоторые предметы но опять же приобретайте собственно вот например станы ему хотелось бы приобрести потому что это полезная вещь она если вы против какого-нибудь станнера будете идти вот например етины они имеют свойство станет я вам их покажу позже если не забуду и вот и чтобы против них хорошо стоять комфортно вам нужно иммунитет на стан квест собственно закончился вот книжка но опять же книжка пятого уровня для нас она по сути говоря бесполезна нам нужна книжки 9 плюс уровня лучше 11 деревню новичка идем на самом деле тут бафают судя по всему и не работают как вообще фармить золото самый простой способ как мне кажется просто выполняйте квеста самое на мой взгляд простые квеста это квест защиты беготня идет по карте на самом деле из разряда принеси подай мы на мы попали в засаду собственно кстати наверное ну нет и не самые тяжелые мобы тут самый тяжелый моб вот этот вот гоблин может быть у него 1000 хпл текущего но самый тяжелый конечно это и не не этот гоблин а его называемой грейджи на и версии 9 плюс у него там вообще по три тысячи хп и убьет под под 500 примерно по вашим ну по моим по крайней мере ребятам белок и 500 то есть это для меня прям откровенно много давайте срежем тогда лучника а почему я не люблю лучников потому что лучники так называемый гоблин арчи они высасываю малошу наносит урон вам еще и высасывают у вас магию что собственно произошло на нас скастовал вот этот вот гоблин шаман он скастовал на нас собственно свой кровоток из собственно сало из-за этого сало нам крайне не комфортно а что такое сало сало это мы не можем использовать свои собственно специальные атаки мило скорее всего не добьем поэтому просто бьем давайте согреем их стаунки так называемые собственно сало смето с нас теперь мы можем смело бить рот и нити рот и не постоянно токает на видимо какой-то шанс есть давайте срежем этого шамана рога у меня одет билд дпс то есть это фокус а винар не видите меня после боя тебе покажу там билд фокус физ пауэр так называемая физическая сила и просто сила поэтому рога очень больно бьет но опять же больно это слабо сказано потому что он должен многого носить дпс чтобы просто быть более полезной тени 23 уровень на шамане но мы улучшили фокус двигаемся дальше у нас квест идут рыбка с нами постоянно разговаривает продолжаем проходить сюжет нам тринку на 400 хп и перу феникса феникс это шикарно вот на хп конечно тоже неплохо она в целом пойдет перу феникса чтобы вы понимали она воскрешает вашего союзника на постоянка то есть бою он пал его воскресили на постоянке тяжелые мобы на черном рынке драться вообще не выгодно особенно гоблин арчер это прямо откровенный триндец тут давайте его срежу вас я бью рога и дэкстап он ударом спину то есть наш рога должен по инициативе обогнать вашего противника когда удар получится как вы видите роте не работает и из-за этого мы чуть больше вам урона ловить добить мы его не можем что я 500 хп наш паладин примерно на 300 бьет мы можем у вас стал дить таунт это так называемый азер перри авер цели то есть он захочет бить 1 но он его не сможет ударить потому что на него будет висеть таунт убили мага с него пал доспех хастера но для нас спаление забрали этого титлинга или как он называется сейчас будем дорезать гоблина периода согрели гоблина чтобы он убил никого кроме танка на танке висит кровотечение на половине точнее ждем пока кровотечение упадет а либо сейчас его снимет наш шаман также у нашего роги есть способность так называемый он делает специи специи это там рандомные специи лекарники конкретно то есть они но все специи идут на один раунд например да цикл и ранее кастера но у нас пока ничего лучше не лучше переходить уже на зеленый цвет я все-таки надеюсь что нам рано или поздно зеленый цвет дадут но нам чуть пока не дает тяжелее всего как я понял найти именно зеленые зеленый доспех потому что вот зеленое оружие найти можно без проблем то я сильнее нашел оружие а вот с доспехом проблема собственно камень мамы скорее всего да камень энергии ну и склянка пера уровня бесполезная но она квестовая поэтому мы идем ее в любом случае давайте выберем первый вариант а они между собой обсуждают изменение этого крио мансера так называемого который мы до этого выполняли квесты и сейчас они его обсуждают на то чтобы его убить я отказался там был выбор драться с ним либо просто отказаться от боя я отказался от боя смысл вам лишние сражения когда их нужно избежать разумно плюс 14 уровня квест короля судя по всему мант ой блин это самые мерзкие создания чтобы вы понимали вот эти вот отражатели это просто что то с тем то сейчас будем бить рога я вам покажу почему вот эти вот отражатели под номером 9 10 и 6 эти отражатели они у меня это отражение даже сквозь астрал прошло на самом деле очень смешно просто отражение получается ну а насколько она не так много конечно отражает как могло бы быть но все таки отражение очень болючие зараза вот сейчас в половину удар пойдет а он уклонился от него ведь эти еще и по 2 по 2 по 2 цены и и для мерзкие создания вот этим логарм лора бог давайте им дадим споры точнее раты не знаю получится получится дораты получился на смесь сколько хп теперь у него 250 хп ну как бы у него сейчас 400 хп то есть у первой цели но на самом деле у него 200 хп то есть нам нужно просто срезать задненько в большинстве случаев раты снять у него не получится но и либо получится но чуть меньше эффект будет по крайней мере как показала практика нам нужно просто подождать его давайте мы дадим слабость ну а просто гард дадим посмотрим сколько нам обратите внимание у него сколько хп осталось у него стал а 600 хп ведь осталось 250 то есть ну вы видите то есть но это копейки откровенно давайте просто подождем один ход например не знаю что то дождь например скастуем не важно что скастуем ладно что сейчас уруга просто его добьет ну и 250 хп его бы и половину бил но вот эти отражатели это очень очень опасные ребята и потому что они вы по сути сами себе лицо а у нас открылся новый регион собственно это сити давайте для него добежим но это воды скорее всего сам у нас это засада посмотрим парчер чего у нас на себя представляет арчер девяточка сейчас его срежем остальные 400 хп но это прям смешно хотя я думаю мы и так вот срежем 800 это многовато давайте ускорим нашего рогу от того чтобы он массу и ударил вот и минус 3 должно быть арчера мы добить не сможем нам в идеале добить арчера давайте его с хп с ним собьем учить за то что гребли на выходе мы просто сейчас будем молотом добивать арчера именно важно самому нажимать на цель потому что он периодически не хочет выбирать цели сам и он выбирает ту цель которая вам даром не упала поэтому очень важно именно самому выбирать цели по бафам который с левой стороны я уже говорил это баф на золото и баф на опыт он берется в храме смотрится за рекламу продолжаем движение собственно в город цены конечно космические 2 700 за перешей ну собственно это город на самом деле разница особо я не заметила что город город судя по всему подводный город потому что это видите мы под водой находимся давайте выберем второй вариант мы прошли этот квест дали еще нож кристалла и собственных камень на здоровье но с камнями я разберусь позже к кислотам нам вам нам важно сейчас пробежать вот собственно город мухомор бесполезный и собственных весты но опять же тут самый нам интересно это вот на этот но опять же ну так мухомор это бесполезный предмет на мой взгляд по крайней начальному что он где-то еще полезен но в конце ломовато обратите внимание тут цена цена вопроса стопа нет мы чисто на переход по локации займем гораздо больше по деньгам если есть возможность избежать было лучше его избежать то что опыт мы и так и так найдем понятное дело что вот как видите новых предметов не появилась то есть у нас в общий сундук который открывает нам вентальь собственно таверны которая дает нам возможность рано или поздно получить вот на 28 день гладиатор это новый класс так называемый ну собственно отдых это так называемый шалаш с костром это там шансы на никогда не сто процентов собственно боевка рыбы кстати по поводу этих рыб это самые мерзкие рыбы это самые сильные рыбы кстати тридцать первый уровень то есть вы поняли насколько то есть тридцать девятый тридцать первых из локации от вообще 71 смотрите нормально нормально 71 71 уровень мог а нас сюда по квесту прислали понятное дело что нам их не говорят бить но факт в том что вы захотите их побить и вам скажут а вот хрен вам потому что пить тех мобов в без этого без понижения их так называемого здоровья у вас просто не получится либо без понижения их урона потому что они очень больным сами понимать 71 мог он просто ваншот нет интересно он остался на вот смотрите 71 мопа офигеть я 6000 рыба это причем это квест его локация то есть вам вас сюда направили понятно дело что вам не говорят их бить но сам факт того что она здесь присутствует тоже один из подводных городов у нас на паре вот эти вот ребята но они не особо не вот эти пятнашки вот этот задний 4 4 номер у нас 33 но сами видите ну откуда вот честно у меня просто нет слов давайте срежем этого 33 я надеюсь у нас получится ну да а вообще проще всего драться против д.д.прочем очень сильные д.д. почему-то а против танков очень тяжело драться почему против д.д. легко драться и потому что у них в большинстве случаев мало хп и вы просто их сбрейте за пару ходов да они там вам кому-нибудь персонажа ланшот ну если вам повезет не основного дамач-диллера но вы сможете двигаться дальше ты говоришься видите он рот и не постоянно вешает теплое нагниение давайте добьем этого переднего титринга нам дали книгу непонятно что за книга но судя по свечению отсутствие то есть они или максимум 9 плюс далее мусала но сау для него бесполезно у него нет способности активных поэтому сау для него бесполезно коснули на него аверт то что он нашего танка бил и пробуем все-таки дать ему роте и выбираем у него 800 кто то рога должен добыть его на рога где 2000 то есть мы в принципе выбираем большинство у кого 2000 книга у нас 7 уровня эта книга способности то есть вы можете прокачивать способность своих персонажей благодаря этой книге до 7 уровня переход 6 на 7 все это книга сделает выше 7 она уже не сделает то есть 7 на 8 она не сможет чтобы прокачать 7 на 8 и вам нужно уже 9 книги можно получить в библиотеке смешно не звучало но на самом деле они действительно в библиотеке лежат у нашего танка уровень он немножко подроса креп у него кстати щит прокачался давайте ему щит бафнем кузнеца я выбил щит синий из подземелья я думаю мы следующую серию вместе с вами начнем у нас фарма подземелье выбивание ну я вам покажу как я оформлю золото по крайней мере чтобы просто имели представление сейчас пока пробежите внимание два красных квеста тридцать у нас у нас нет шансов вот обратите внимание первый зеленый доспех вы представляете на самом деле это очень смешно мне вот я сколько играю мне ни разу не выпал зеленый доспех его только чисто покупать через магазин опять же первый зеленый доспех шаги пить можно ну конечно мы берем этот квест у нас просто нет варианта то есть на переход куда-то нам нужно будет идти поэтому давайте возьмем и будем двигаться сейчас мы будем смотреть dance 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 а потом у нас будет бой очень тяжелый по крайней мере я почему запомнил его потому что я не один раз сливался на этом бою бой если не ошибаюсь будет против этих ну собственно людей и так называемый пить группа из четырех бх ниндзя какой-то этот саппорт и хантер не знаю что у них там как называется но факт том что он их хилит скорее всего будет это или на этот бой посмотрим закончил свой dance dance самое бедное что у них за ухорить тело питьешь их приходится в несколько раз пересматривать особенно если вы проиграли бой после него бубнёшки бы хату права об где как и вот видите у нас на поле этих новыми у него кинули гард сразу или дуэс но блэс им не поможет гард им тоже не поможет на самом деле было можно кинуть тоже нам ну давайте тоже кинем блэс у нас 9 блэс рога попытается давайте посмотрим по хп танка мы конечно не срежем а у него армор скорее все очень высокий нам бы в идеале 300 срезать вон который сзади стоит лимфийское чудо ну да это ниндзя воин бх hunter и артифик какой-то в общем и целом нужно срезать я всегда срезаю первым силах и рекомендую его срезать потому что он просто лечить не будет потом надо срезать д.д. на нас повесили веак я думаю это не страшно давайте тоже дадим веак чтобы они не расслаблялись веак это у нас слабость чтобы понимали давайте скастуем на себя гард чтобы не сдох он случайно она почистила его и кинула на нас метку метка это самое ужасное что вообще может быть потому что метка заставить нас бить самих себя нужно как можно быстрее срезать эту меточника проблема в том что мы можем случайно смеются пану мы будем бить руками пока висит метка и жив меточник будет висит метка давайте еще и мы дадим сало так называемый на доходе уже подвисающий мусор а когда очень долго играете у меня начинается подвисание такие разнообразные давайте мы дадим с агар гнида вот кого ты чистишь честь метку вот вы видите да вот на хрена чистить танка когда нужно чистить метку бить только руками надо потому что вы случайно можете своего срезать а если вы случайно смею срежете метка упала но она опять же нами обратить внимание метка до сих пор висит на нашем этом персонаже для она написано а на один бой шанс 35 процентов того что вы атакуете свой персонаж это кидает хантер и называемый мусорный охотник вот с ними ты метку к чу ты всех чистишь ты ни в чем их вот меня вот больше всего бесит честно говоря вот он очистит всех кроме нужной цели танка очень просто его нужно дать ротеи пускай он живет соперки опять же я боюсь пометки просто ударить я просто если ударю пометки я ваншотную цель скорее у меня он например ухила чтобы вы понимали ухила тысяча хоп рога бьет под две тысячи то есть он ваншотник цель если я буду бить пометки сколько у него давайте мы дадим видите мы не можем стать даже метку то есть я не знаю нет какая-то читерная и то есть вот это у охотника метка я не знаю прям самая читерная она вот написано на один бой и и снять нельзя то есть час к идее наш этот будет постоянно бить и давайте попробуем срезать яд просто кинем вот но вот вы сами видите но вот просто а а деду способность использовал и на тебе сразу я-то вот мне вот это вот способность кантера бесит пипец а почему она висит один бой и и снять нельзя то есть она не снимается блессом то есть но той способностью которая позволяет вам увеличивать шанс снятия нам в кои-то веке дали хэви армор мы его конечно переоденем хотя он очень хэви армор очень очень слабый но нам не мощно будет его переодевать у меня вот тут доспех чтобы вы понимали я усы на сравнение нажал то есть у него уклонение очень высокого этого доспеха уклонение лучше чем собственно переодеваем ему доспех роги в идеале оставить конечно доспех потому что у него тут плюс энергия роги очень сильные не хватает энергии из того что у него способность фури она очень сильно ест энергию если мы даже переодеть доспех если отдать ему этот физический доспех который у него присутствует у него очень сильно просядет фури так называемая у нас 400 маны мы даже на два каста фури не сможем кастовать что крайне неудобно в плане того что мы просто был просто просаживаться постоянно два фури нужно обязательно потому что это как минимум два раунда либо надо поддерживать тот же бэк степ но бак степ у нас конечно в этом вопросе проще но для фарма нам нужны именно фури точнее флури и поэтому роба лучшая в данный момент потому что ну нет возможности ее просто даже заменить ничем ее можно заменить но нужна тринка на магию тогда только в этом случае у нас получится что-то вообще попытаться сделать можно против переодеть этому но опять же у него лучший доспех у него на каст так называемая на спела ему ему можно было бы переодеть но у него уклонение 140 то есть вы видите да уклонение 140 а уклонение в этой игре иногда зароляет причем она очень сильно зароляет то есть против очень сильного удара в 5000 она может заролять и вы просто не получите урон мыс 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 что очень очень полезно на самом деле что не всегда поэтому вот это вот мисс и конечно но с другой стороны а фигли как говорится сопли не жевать давайте им отдадим и будем надеяться на физ защиту а жир отдадим каким-нибудь магам вот например вот это вот магу нашему а у него 250 д а тут 34 то есть она даже хуже ну а тут уклонение сложно сказать но опять же если играть от уклонения у него не постоянно если вы играете в уклонении она не факт что сработает еще как вариант можно попробовать переодеть остальных персонажей у меня еще несколько вот например тот же маг отдать ему например но опять же у него лучший доспех я правда не вижу его цифра они два одинаковых есть еще лич маленького уровня с робой ну у него лучше улича роба ну и собственно хантер вот хантер наверное стоит отдать у него я не думаю что он сильно высокая да переодел его лич это по сути говоря хиллер полноценный хиллер если ему чего не хватает так это восстановление магии так бы он вообще точнее не ну да восстановление так называемой энергии а так бы он был выпуск полноценным хиллером маг это просто урон в одну цель очень-очень сильный особенно если вы забафаетесь прям урон огромный будет давайте уберем этот доспех пока понятно что он не особо важен но все же уберем фениксов уберем этот бутылочки скляночки фиганочки десятый доспех просто я так долго качалом мне хотят чтобы его не случайно не расщепить пятые скины скиллы уберем уберем седьмые ну и все эти склянки потом разберемся что по квесту ну я думаю жить на самом деле это очень легкий квест почему потому что даже он написан 3 4 но тут нужно получить получается картошки а картошку можно с любых мобов получить то есть вы можете принести картошку и вы получите большое количество значительных денег поэтому это очень легкий квест хотя он подписан как 3 4 обратите внимание квест сдулся ну то есть обновился квест а вот теперь его невозможно победить потому что нужно фиш бонус пробить а чтобы понимали кто такие фиш бонус это вот эти вот сорок седьмые рыбки вот этого лобстера очень легко убить а вот остальных конечно трудновато поэтому этих сорок седьмых прям вообще практически на грани фантастики убивать ладно всем спасибо за просмотр с вами был андрей спасибо за просмотр